Принцесса на обложке Playboy. Скандал. Кто остался без дома? Пипа Миддлтон и жестокие фанаты. Кейт. Что произошло? Красотки-племянницы принцессы Дианы. Есть чем гордиться или нет? Новости на канале Dolce News. Сегодня ловите королевский дайджест новостей. Будет очень интересно. Оставайтесь, не забывайте о лайках и комментариях, жмите на колокольчик и, конечно, подписывайтесь. Давайте начнем. Сети обсуждают провальный выход Пипы Миддлтон в пайетках. Сестра Кейт Миддлтон, Пипа, дважды на этой неделе была замечена в вечерних образах. Первый наряд показался поклонникам крайне нелепым, и я с ними согласна. В твиттере тут же начали сравнивать Пипу с Кейт, и Пипа, конечно, проиграла. Ей явно не хватает чувства стиля и утонченности сестры, герцогини Кембриджской, написали фанаты. Болеро с пайетками и, правда, очень странно смотрелся в тандеме с платьем. Образ подпортил фигуру Пипы. Пишите, пожалуйста, и вы свое мнение, как вам наряд. А вот второй образ, облегающий платье футляр в пайетках, смотрелось куда лучше и выигрышнее. К сожалению, не ясно, где были сделаны эти фотографии. Известно, что мероприятие Пипа посетила вместе со своим супругом. Пипа Миддлтон, как вы знаете, светская львица, и она часто фигурирует на различных мероприятиях и вечеринках. Как вам стиль Пипы Миддлтон? Вам нравится, как одевается сестра Кейт? Мне кажется, сравнивать сестер не совсем уместно, но что думаете об этом вы? В королевских кругах новый скандал. Да какой? Стоимостью 538 миллионов долларов. Принцесса, бывшая модель, плейбой, брокер и американка Рита Банкомпании, проиграла суд пасынкам и теперь итальянская принцесса лишится самой дорогой виллы в истории, пишет Daily Mail. Вилла Аврора – ценность, не имеющая себе равных, благодаря фреске Караваджо, которая оценивается в 353 миллиона долларов. Тяжбу ведут третья и последняя супруга итальянского принца Никола Банкомпании Людовизи Рита и трое его сыновей от первого брака. Принцесса Рита утверждает, что покойный супруг в завещании позволил ей жить на вилле до скончания ее дней, а в случае продажи собственности выручка должна быть поделена между ней и его сыновьями. Вдова говорит, что драма в сериале «Наследники» от HBO по сравнению с ее собственными перипетиями – просто детский сад. Сама Рита успела принять участие во многих скандальных историях, хотя сейчас, в свои 72 года, она предпочитает не вспоминать о своей бурной жизни, играя боль утратой, саркастично пишет Daily Mail. Когда-то она была женой конгрессмена, который позже угодил в тюрьму, а Рита на следующий год появилась на обложке плейбоя. Она рассказывала о своей сексуальной жизни и писала скандальные статьи для американских газет. Рита пыталась быть актрисой, строила карьеру брокера, а затем разбогатевшая и вкусившая все страсти Рита встретила своего принца и вышла за него замуж в 2002 году. Не хватит и целого дня, чтобы рассказать всю историю этой роковой дамы. Отвечемся на саму виллу. Жители Рима, да и всей Италии собирают подписи, которые хотят направить в правительство Италии, чтобы последние выкупили виллу Аврора и сделали ее доступной для всех желающих. Речь идет о сотнях тысячах голосов. Итальянское правительство обещало подумать. Сама Рита предпочла бы сделать из него музей и передать его правительству, но ей уже не придется это решать. Леди Амелия и Элиза Спенсеры, племянницы принцессы Дианы, вызвали шквал оваций в социальных сетях. Какие невероятные красавицы, племянницы Леди Ди, пишут поклонники. И правда они прекрасны. Чарльз Спенсер может гордиться своими дочерьми. Девушки прорекламировали новую коллекцию ювелирных изделий Шапарт. Как и сестра Китти Спенсер, девушки работают в модельном бизнесе. Бренды и все подробности вы можете прочитать на экране. 23 января принцесса Монако Каролина отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 65 лет. Наши искренние поздравления принцессе Ганноверской. А принцесса Мэри из Дании окончательно вернулась к своим обязанностям. Она появилась на открытии выставки «Королева. Шкатулка для украшений». Ее сопровождал супруг принц Фредерик. Помимо мэри, мероприятие также посетила королева Дании Маргрета, принцесса Мария и Бенедикт. Выставку открыли в честь 50-летнего правления королевы Дании. СМИ пишут, что на выставке будут представлены украшения королевской семьи. Все подробности и детали образов вы можете прочитать на экране. Королева Летиция посетила штаб-квартиру Google в Мадриде в качестве президента фонда борьбы с наркоманией. Также Летиция поучаствовала в мероприятии. Критическое мышление и медиаграмотность. Совместное детище фонда королевской семьи и компании Google. Королева выбрала строгий деловой костюм. Бренды вы видите на экране. Как вам этот образ Летиции? Обязательно пишите. В последнее время испанская королева предпочитает носить брюки. В любом случае, мне кажется, что этот вариант лучше, чем кожаные брюки Лосиной Летиции с предыдущего образа. А что думаете вы? На этом все, уважаемые зрители. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Обязательно присоединяйтесь, жмите колокольчик. С вами была Альбина, а материал подготовила для вас Карина. Пока-пока, до новых встреч!